всем здравствуйте сегодня мы будем готовить слоеное тесто способов приготовления рецептов приготовления слоеного теста немало это один из них не очень простой но очень вкусный и требует конечно внимание другой рецепт у меня еще есть слоеного теста можно в следующем видео рассмотрим сейчас мы посмотрим вот этот ингредиентов совсем совсем здесь у нас мало вот у меня здесь подготовлена 400 грамм муки просеивая кружечка тепленькой прям тепленькой воды в ней я размешала чайную ложку соли водичка прям такая хорошо тепленькая будем вымешивать руками буду и сюда понадобится еще для этого теста столовая ложка масла растительного тесто вымешиваем водички подливаем по необходимости это вот так столовая ложка растительного масла подмешиваем подмешиваем должны вымесить мы крутое тесто и оставить его минут на 20 отдыхать ну вот для тесто все туда муку вернее все подмесила которая оставалась 400 грамм муки у меня ушло на эту жидкость но вы смотрите подливайте жидкости водички понемножку чтобы вам уже муки не понадобилось больше то что вы взяли это количество тесто наше заберет заберет все что мы ему приготовили другого ему не надо количество муки вот до такого состояния мы вымешали тесто вот такое крутое тесто видите тесто такое не сильно тугое но и не сладенькое все теперь моему то его должны накрыть и дать отдыхать пусть он отдыхает минут 20 дальше нам с ним еще работать немало придется убираем после того как наше тесто постояло 20 минут минут 5-7 5 обязательно еще раз его вымешиваем тщательно вот так по кругу пальчиками прихватываем кулачком заминаем пальчиками прихватываем кулачком заминаем 5-7 минут вымешиваем тесто и затем опять даем минут 20 отдыхать отдыхать на это время что-то другое делайте можно начиночку приготовить если вы будете самсу жарить пожалуйста готовьте начинку мясную постную фруктовую любая начинка потом вам для этого тесто какого пожелаете сделаете подойдет любая начинка и так я буду продолжать вымешивать заполнили после того 20 минут как полежала обязательно еще 5-7 минут это тесто вымешиваем и даем отдыхать 20 минут все я ровно 5 минут вымешиваю накрываю и на камеру покажу сделала колбаски скатаем шарик и положим отлежаться после каждого замеса тесто когда мы побеспокоили нужно чтобы оно полежало вот это тесто у меня уже лежало остальные я накрываю давайте посмотрим что мы делаем дальше с этим тесто вот оно полежало так руками напешечку разравниваем и раскатаем немножко это тесто теперь нам нужно вытягивать вытяжное тесто вот так кулачками можем на два колочка и растягиваем аккуратно по краешкам от серединки пока нам удобно растягиваем на колочках ручки маслом смажьте все если где-то вот порвалось не беда не так это страшно теперь стол нужно смажем маслом поверхность стола ручки наши тоже смазываем маслом и вот так тесто наше вытягиваем растягиваем вытягиваем вот где у нас дырочка чтобы она дальше не шла давайте там ее растянуть нужно очень тоненько тесто рвется 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 не так страшно еще раз говорю вот так вот берем потряхиваем и вытягиваем краешки берите и подтягивайте вот так краешки не бойтесь берите и тяните так можно немножко потрясти еще раз говорю то что где-то у нас порвалось нежелательно но если уже так случилось ничего страшного видите потряхиваю потряхиваю и вытягиваю вытягиваю потряхиваю и вытягиваю наш шар из теста вот так мы его вытянули теперь мы должны наш пласт смазать аккуратненько маслом тянется у вас тесто еще получается тянуть пожалуйста тянем обильно обильно смазываем маслом тесто должно быть слоеным поэтому масло не жалеем где можно еще подтягиваем подтягиваем вот так вот так вот так вот так это тесто я вот так сложу поэтому поэтому мы не боимся что у нас где-то порвалось тесто эти лишние края можно обрезать на следующее тесто пойдут вернется немножко не тянулось тоже обрежу и этот слой сложенный опять маслечко вот так аккуратненько раздавливаем сразу не обрезать вот видите что у нас получилось вот такое тесто у нас получилось вот такое тесто у нас получилось так сюда можно уже вложить начиночку и треугольничком складывать сейчас я начиночку приготовлю если это у вас самса пожалуйста вложите сюда самсу и заворачивайте так ну сейчас процесс завертывания мы посмотрим так на раскатанное вытянутое тесто и сложенное я положила начиночку и теперь будем укладывать тесто вот так складывать если оно рвется ничего страшного тесточка у нас такое тоненькое видите какое тоненькое слоененькое заодно вот тут можно еще вытянуть подтянуть подтянули подтянули что-то можно убрать вот укладываю на противень работаю со следующим шариком раскатываем раскатываем минут за десять минут за десять до отправки наших слоеных пирожочков в духовку ее нужно будет нагреть отправлять нужно будет горячее нет у меня конечно опыта такого по растяжке тесто так как очень редко такое тесто делаем теперь положили на стол давайте смажем еще стол маслом ложим наше тесто вот так потряхивая потряхивая опять же его вытягиваем уже поняли да если немножко где-то порвалось не так это страшно извините камера упала извините вот так работаем вот так я не сильно большие лепешки делаю поэтому вытягиваю их вот так не таком уж большим пластом порвалось ничего не переживайте обрежем этот край все равно из этого теста мы еще сделаем лепешечку вот так вот так вот так вот так видите какой она тоненькая 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 растянули вот эти можно обрезать края которые мы не вытянули обрежем эти полосочки вот эти полосочки так обрежу теста сделаю еще можете вытянуть вытягивайте грубого теста эти края вижу смазываем массу эту лепешечку хорошо еще по ходу подтянем края обрезайте где вы не вытянули тесто грубого теста не оставалось все тесто у меня порвано не беда еще раз говорю но вот так раз мы все равно это все закрываем и этим краем раз закрыли и выравнивайте что у нас раз два три слоя получилось уже сейчас мы же будем еще складывать с начинкой сколько вы сделаете шариков столько у вас будет своем пирожочков вот я треугольничком эти сложила опять треугольничком сложила еще треугольничком сложила вот сколько слоев у нас получается еще треугольничком сложила и вот этот край потяните потяните и заверните не нравится мы его обрежем такая уже самса у нас получилось пирожочек отправляем противень так вот с этими кусочками отдельно суть по моему понятно да это ваш приготовление такого слоеного теста еще раз говорю рецептов много приготовления слоеного теста это один из них ну хочу сказать что мне этот способ приготовления нравится такого теста много что можно приготовить вот видите раскатали лепешечку и потом вот так кулачком вытягивайте 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 может у вас какой-то другой есть способ вытягивания или навыка у вас больше у вас лучше получится все как я руками больше не буду то я поэтому я Adiom BioWiWiWiWiWiWiWiWiWiWiW WIWiWiWiWiWiWiWiWiWiWi bikesJ и отвертите поехкої поехали 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 у вас готира гины вытягиваем не боимся что она у нас порвется краешки вот так берем и тяните сколько можете вот до такой тонкости тесто наше видите дольше полежала становится эластичней клейковина лучше набухла становится лучше работать тесто обязательно должно вырежется и вынесется хорошо как можете потоньше тяните 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 хорошие хозяйки на весь стол растягивают побольше конечно берут кусочек теста я еще раз говорю я очень редко сама готовлю тесто свое на поэтому у меня не так много навыка вот так вытянули вытянули алиночка идет посмотреть что баба тут вытягивает баба тесто вытягивает на вкусные пирожочки так ну а вот эти ребята обрежем пусть они вас не смущают и не мучиться с ними долго бордюрчики такие мы их обрежем я хотела помочь тебе показать кому а ну покажи в камеру я своей лысой кукле русам сделала ей прическу и сейчас украсила плавник вот такими пластилинами какая тонкая поближе поближе не видно вот алина как сделалась пластилина это она слепила прическу кукле кукла лысо в ней без волос и вот какой классный прям браслет действительно классный это бусы а бусы тонкая работа вот прическа молодец алина развлекла нас немножко так а мы продолжаем так ну вот эти края грубые я обрезаю где я уже не хочу в принципе можно тянуть конечно их я уже не буду тянуть все тесто обязательно не забываем масочком его обработать наше тесто хорошенько не бойтесь что она будет жирное это соеное тесто всегда жирное раз мы на это пошли значит будем жирить наше тесто вот так его сложим так складываем и здесь складываем хочу сказать так уж это нужно или муторно делать можно но я буду продолжать лепить принцип вам понятен слепила такие пирожочки слоеного теста отправляем в духовку на 45 50 минут духовка разогретая у меня уже на 180 200 градусов и отправляем 45 50 минут минут 40 не трогайте потом нужно будет заглянуть духовку смотрите что у вас они не пригорели какая у вас духовка так что отправляем в духовку наши пирожки на слоеном тесте готово делала их немного вот такое тесто пирожки на слоеном тесто такие пирожки на слоеном тесте приятного всем аппетита попробуйте вы такое сделать тесто больше теста вот она наше тесто слоеное крошится хрустит тоненькая чем тоньше вы будете его вытягивать чем больше слоев сложите тем чем лучше смажете маслом тем вкуснее ваши будут пирожки самса с этим тестом всем пока ставьте лайки всем пока подписывайтесь наше видео и у у у у Продолжение следует...